Добрый день, уважаемые участники вебинара. С изображением вижу все в порядке. Надеюсь, что меня и слышно хорошо. И встреча сегодняшняя наша будет посвящена изучению разных инструментов для организации совместной работы, где бы то ни было. Либо это с читателями библиотеки, либо это с учащимися в школе. Сейчас это направление работы, на мой взгляд, наиболее востребовано. Большое количество проектов, какой-то совместных мероприятий проводится, в том числе и в дистанционном режиме. Поэтому инструменты эти востребованы, их появляется много. С каждым годом становится все больше. Этот вебинар, ну, похожий вебинар я проводила год назад. С того времени изменилось достаточно много. Появилось много новых инструментов. Часть инструментов старых либо поменяла функционал, либо каким-то образом изменились, виды изменились. Вот обо всех изменениях и о новых инструментах, которые попались мне на заметку, сегодня и расскажу. Начнем с давно хорошо известного, мимо которого пройти, конечно же, нельзя. Начнем с того, что первое, что приходит в голову, когда мы говорим об организации совместной деятельности, это использование, конечно, сервисов Google. Стоит завести аккаунт Google и получаем доступ к десятку, а то и больше сервисов, большая часть из которых как раз и предполагает совместную деятельность. Иногда, собственно говоря, даже этого небольшого арсенала достаточно для того, чтобы уже организовать какую-то деятельность со школьниками либо с читателями. Более подробно о сервисах Google я буду рассказывать на вебинаре, который позже состоится. Сейчас только вкратце перечислю основные здесь инструменты, на которые, на мой взгляд, стоит обратить внимание, если вы планируете использовать этот сервис. Итак, самый простой инструмент, чаще всего используем, это Google Документы. Это хороший инструмент не только для того, чтобы самому что-то создавать, писать, предоставлять доступ к этому документу, чтобы кто-то его почитал, посмотрел, но еще и возможность организовать небольшую совместную деятельность. Здесь есть опция комментариев, вы можете комментировать работы, это на подобии чата получается такое общение, то есть совместно создавать какой-то текстовый документ. И добавлять, расширять. Более того, вы как администратор даете доступ к этому документу, всем участникам, даже появилась такая возможность, что необязательно участникам и регистрироваться, собственно говоря. Они могут даже, не имея аккаунта Google, получить доступ к вашему документу и тоже поучаствовать в работе. Если они будут зарегистрированы, вы даже сможете отслеживать деятельность своих школьников, смотреть, какой вклад внес в редактирование документов, ну и уже напрямую в чате с ними общаться. Сейчас преподаватели пошли еще дальше. Сейчас появляются инструкции о том, что можно создавать с помощью Google документов целые рабочие тетради. То есть вы создаете небольшой документ, размещаете там задания для школьников, потом дублируете этот документ столько, сколько у вас учеников в классе, рассылаете, и получается такая у каждого своя рабочая тетрадь, в которой он выполняет задания, а вы со стороны комментариев оцениваете, отсматриваете, объясняете, дополняете и тому подобное. Если вам интересно, как это работает, я ссылочку в чат отправила. Это рассказ о том, как создаются электронные рабочие тетради, в том числе с использованием Google документов. Интересная информация. Далее. Еще один популярный инструмент, не знаю даже, кто из них популярнее, презентации или документы, тот же самый принцип. Очень напоминает презентации PowerPoint. И здесь, опять-таки, вы можете предоставить доступ не только для просмотра, но и для редактирования этих документов. Я вам ссылку сейчас отправила в чат, пример такой совместно созданной презентации. Презентация называется «Ширый круг». Эта презентация создавалась на портале Вики Сибириада несколько лет назад. Участники этого проекта собирали информацию о разных известных играх народных, которые существуют в разных областях нашей страны. В итоге каждый получил по слайду и вот оформил его, рассказал о какой-то определенной игре, добавил туда картинки, возможно, гиперссылки, еще какую-то дополнительную информацию, но и свой слайдик подписал. Вот по этому принципу можно организовать и совместную работу со школьниками. Например, каждый получает по слайду, добавляет туда свою информацию, подписывает, но учитель, опять-таки, отсматривает, и здесь тоже есть возможность комментирования, дополнения, исправления и тому подобного. Опять-таки, участникам не обязательно Google-аккаунт. То есть вы получаете ссылку и рассылаете ее. Таким образом происходит доступ. Все остальные инструменты, о них просто не стоит тратить лишнее время говорить, они все похожи на PowerPoint. Вы можете загрузить уже готовый какой-то свой шаблон с компьютера, либо создать его прямо здесь с нуля, создать нужное количество слайдов и пригласить к совместной работе. Вот такой вариант тоже возможен. Далее уже не такие известные инструменты, хотя можно, собственно говоря, их тоже приспособить под совместную деятельность. Сейчас еще одну ссылочку отправлю про Google-презентации. Тоже интересный вариант. Здесь, вот вторая ссылка, вот эта. Здесь создавали, собирали список книг, лучших книг для подростков. Тоже интересно такое. Это уже совместная деятельность, так и с читателями библиотеки. Можно совместную выставку организовать. Каждый из читателей расскажет о своей любимой книге. И получится вот такая целая презентация на эту тему. Google-таблицы. Ну, кроме того, что они все похожи на таблицы Excel и помогают высчитывать разную информацию, статистическую, математическую, таблицы эти можно использовать еще для сбора информации. Опять-таки для совместной деятельности. Ну, как это я делала, когда работала в школе. Например, мне нужно было получить от каждого ученика в классе информацию о том, какую тему для реферата он выбрал. И чтобы не обзванивать 30 человек, я создала Google-таблицу, дала ссылку всем ученикам. И каждый из них в свободное время, когда ему была возможность, зашел в эту таблицу и написал туда свою тему реферата. Таким образом, можно собирать любую информацию, которую вы считаете необходимой. И все участники получают доступ к таблице и заполняют ту графу, которая для них предназначена. На мастер-классах Google-таблицы используются, например, для сбора информации о созданных работах. Вот сейчас фрагмент таблички такой на экране. Можно закрашивать ячейки разными цветами и отмечать, выполнено задание правильно, либо нет, либо есть какие-то замечания. Красный, желтый, зеленый по принципу светофора. Также можно и со школьниками дать им задание выполнить, что-то, какую-то работу прислать на нее, ссылку, ну и затем они по этой таблице будут отслеживать свои достижения. Такой вот вариант, если нужно быстро и как-то просто, без лишней регистрации. Тоже возможно. Google-форма. Ну, чаще всего Google-форму используют, конечно же, для индивидуальной работы. То есть вы создаете викторину, вы предлагаете ее школьникам, они заходят, отвечают на вопросы, вы оцениваете. Есть вариант, когда вы тоже предоставляете доступ уже к созданию вопросов. И тогда можно совместными усилиями создать один какой-то общий опросник. Это как вариант тоже проектной деятельности. Учащиеся знакомятся с каким-то материалом, а потом на основе него, перерабатывая его, систематизируя, придумывают вопросы, как форма тоже совместной деятельности есть. Более того, здесь к опроснику можно прикреплять и картинки, и видео, и разные формы вопросов использовать, не только один из списка. Но еще можно и открытые вопросы, вопросы в виде шкалы, в виде дат и тому подобное. То есть возможностей здесь тоже достаточно много, поэтому вот такая необычная форма работы, я пока не нашла ссылку на совместно созданную викторину, но в принципе она здесь тоже возможна, и тоже можно это все сделать. Ну и гугл-картами завершу быстренький обзор гугл-сервисов. Гугл-карты наверняка все вам хорошо знакомы, у многих они в мобильном телефоне, и все умеем ими пользоваться. Гугл-карты тоже дают возможность создавать свои карты, не только свои, но и привлекать туда соавторов. Создавать тем самым виртуальные экскурсии, виртуальные маршруты, особенно если они очень большие. Ссылку, которую я отправила в чат, это ссылка на карту, созданную опять-таки участниками Вики Сибириады. В основном, кстати, на этой платформе проводится большое количество разных совместных мероприятий. Если вы хотите сами поучаствовать, либо посмотреть на опыт, как это все организуется и делается, то можно в Вики Сибириаду заглянуть, посмотреть, там постоянно какие-то сетевые активности проводятся, и большая часть из них основана как раз на совместной деятельности. Какие-то идеи, возможно, вам помогут. Ну, а возвращаясь к карте, это карта по страницам книги… Сейчас, минуточку, слово вылетело. Дети капитана Гранта Жуля Верна по этой книге. Если вы помните, там огромное количество разных точек на карте, где побывали главные герои этой книги. Вот участники вот этой вот деятельности совместной такие точки отмечали, добавляли к ним информацию, и получилась в итоге вот такая вот большая-большая карта, как итог совместной деятельности. То же самое можно сделать и в школе, и с читателями совместно. Делается все очень просто. Необходима регистрация. Вот здесь нужно зарегистрироваться будет в сервисе, чтобы получить доступ к картам и сохранить это все. Ну, а далее мы добавляем на карту точки, находим их по поиску, по названию населенного пункта, либо, если у вас достопримечательности города, то по адресу. Дальше нажимаем на кнопочку «Добавить на карту». Ну, и дальше к этой точке на карте мы можем добавить небольшую текстовую заметку, значок с карандашиком, фотографию – это значок фотоаппарата, туда же можно и видеоролик добавить с Ютуба, например. Если нажать на кнопочку с заливкой, самая первая слева, то это поменять цвет и форму маркера. Можно перекрасить его, видоизменить и так далее. Каждую такую точку дополняем информацией, какими-то необходимыми, аудио, какими-то необходимыми визуальными изображениями, либо видеороликами, сохраняем. Ну, а дальше эти точки еще можно сойдет в линии маршрута. Либо это сделать автоматически, и сервис сам напрямую проложит эти точки по кратчайшему расстоянию, либо это сделать вручную. Выбираем опцию «Добавить линию в фигуру» и аккуратно мышкой чертим эти линии, соединяя их в маршрутную линию. В итоге на выходе получается целый проект, называется он «Виртуальная экскурсия», и вот такие экскурсии можно создавать совместно. Более того, Google карты позволяют создавать несколько слоев, то есть по одному маршруту можно создать несколько экскурсий. Например, вы выбираете маршрут один, свой город, а внутри несколькими слоями вы можете одну экскурсию создать по достопримечательностям литературным, другую по военным, третью, может быть, по каким-то природным памятникам. Это уже все будет большим-большим проектом, организацией совместной деятельности. Тоже вы хорошие возможности и вот такого небольшого набора уже достаточно для того, чтобы придумать какие-то интересные активности. Ну что же еще? Да и на самом деле достаточно много этого еще. Когда я отбирала инструменты для рассказа, я сосредоточилась в основном на трех. Виртуальные доски, ментальные карты и презентации. Как наиболее востребованные инструменты, вот о них и предлагаю сегодня поговорить. В этом сегменте как раз больше всего интересных инструментов, интересных находок. Виртуальных досок оказалось достаточно много. Я около 20 нашла. Не все они хороши, не все они одинаково интересны и полезны. Поэтому я просто выбрала, на мой взгляд, наиболее эффективные. Построила их по алфавиту. Вот в этом порядке буду рассказывать. Начнем с сервиса, который недавно поменялось ее название. Сейчас он называется «Алло». До этого назывался «Пиканвас». Ссылочки сейчас в чат сразу отправлю, чтобы было понятно. И можно было посмотреть, как это на самом деле выглядит. Очень хороший сервис, сразу скажу. Мне очень нравится. Ну, собственно, все, о которых я буду рассказывать, в большей или меньшей степени мне нравится. Первая ссылка – это ссылка, закрытая от редактирования. Это просто для того, чтобы можно было посмотреть возможности, что можно добавить на доску. А на самом деле добавить там можно достаточно много. Туда можно не только писать и рисовать, но можно добавлять картинки, добавлять PDF-файлы и даже встраиваемые объекты по ссылке. Ну и в том числе видеоролики тоже. Презентации и вот такой вот разнообразный контент. То есть практически все то, что мы используем на дистанционных уроках или то, что мы используем в библиотечной практике. Возможности бесплатного тарифа здесь достаточно хорошие. Бесплатно можно создать 13 досок. В каждой доске может быть определенное количество страниц. Оно практически бесконечное. Но в бесплатном аккаунте может до 100 страниц таких создать и загрузить туда 3000 объектов. Для всего этого удовольствия дается 10 гигабайтов свободного пространства. Все это совершенно бесплатно. И в общем-то это все очень даже неплохо. Вот я сейчас открыла как раз вариант с кнопочками, чтобы можно было посмотреть, что здесь можно добавить. Картинки, таблицы, стикеры, видеоролики, комментарии. Здесь даже есть чат. Сам предпоследняя кнопочка, чуть выше плюсика. Это чат для того, чтобы можно было здесь общаться и комментировать друг друга. Каждое изображение, как вы видите, тут можно еще и красивенько отредактировать. То есть повернуть, добавить гиперссылку, обрезать, установить прозрачность. Вот ни одна такая доска такой красоты не дает. Если вы хотите красиво оформить какие-то свои материалы представленные, то вот, пожалуйста, здесь это возможно. Вторая моя ссылка – это открытая доска для редактирования. Вам не нужно нигде регистрироваться, она у вас должна открыться из чата. Вы можете прямо сейчас, слушая меня, попробовать что-нибудь туда добавить, нарисовать. Странички можно попробовать подобавлять, понажимать разные кнопки и попробовать, как вам это все нравится или не очень. Что касается слайдов, я, наверное, я так понимаю, вы имеете в виду презентацию. Презентацию, которую я сейчас показываю, она доступна для скачивания. В разделе «Файлы» такое изображение странички вверху вашего экрана должно быть. Вот с загнутым уголочком. Если туда зайти, там будет эта презентация, вы можете ее скачать. Компьютер, ссылки, которые здесь даны, обучалки, примеры – это все киперактивные ссылки. Вы можете на них нажимать и переходить на ресурсы, читать инструкции, знакомиться с материалами. Что еще? Это еще не все. Но я уже сказала, что здесь есть чат, и более того, здесь даже есть и видеочат. Вы можете подключить веб-камеру и устроить совместную работу прямо с видеочатом. То есть, по сути, получается такая доска еще и с видео. Не сказать, что это прямо зум, но, в общем, чем-то похоже. Видеочат помогает в работе, и ограничение тут до 8 часов на одну доску. Ну, как бы 8 часов все равно многовато. Вряд ли столько будем общаться, поэтому это очень такое нормальное требование. Ничего страшного здесь нет. Добавляем соавторов по ссылке. Каждая доска получает свой уникальный код. Главное – открыть доступ к ней, потому что здесь есть возможность закрыть свои доски, сделать их только для себя, открыть их только для просмотра и открыть их для редактирования. Три варианта. Выбираем тот вариант, который нам нужен, приглашаем соавторов, ну и, собственно говоря, работа началась. Очень хороший сервис. Мне очень понравился, так что взяла на заметку, буду использовать по возможности. Еще один вариант – битпейпа. Опять-таки, две ссылки даю. Одна для посмотреть, а вторая для редактирования. Опять-таки, посмотреть, потрогать, понажимать кнопочки. Ну, это я вот просто взяла себя, поставила себя в роль ученика, дала сама себе задание нарисовать сюжетную линию сказки Иван Быкович. Ну и, как ученик, сошла и нарисовала. Битпейпа. Он очень симпатичный. Вот у него очень все красиво, красивые кнопки, все так четко прорисовано. Сразу вызывает такое желание поработать, прикоснуться к прекрасному. Самый большой плюс здесь, как и в предыдущем сервисе, в том, что не нужна регистрация для гостей. То есть, просто вы получаете ссылку, рассылаете участникам, и они без всякой регистрации работают. Мне это было особенно важно, потому что приходилось работать с детьми небольшого возраста, 5-6 класс. Это дети, ну, во-первых, которых родители не хотят регистрировать во многих-многих сервисах. Относятся, ну, осторожно к этому, но это и понятно. И потом не все сервисы разрешают регистрацию до 14 лет. Поэтому как раз нужен был инструмент, в котором не нужна была регистрация. И вот парочку я таких нашла. Один из них битпейпа. Здесь очень хорошо прорисованы возможности рисования. То есть, если от руки рисовать, то вот здесь можно. Особенно хорошо, если она будет, это сервис открыт на графическом планшете. Там, наверное, вообще очень красиво будет. Здесь можно и чертить и прямые линии, и изогнутые, под определенным углом. Здесь очень хорошо математическая сторона проработана. То есть, здесь можно разные углы чертить, что там еще, разные математические формулы писать. Здесь есть и библиотека этих самых формул, то чего иногда и не хватает. В общем, поэтому здесь хороший функционал для математиков как раз, но и не только. Собственно говоря, вот литература тоже легла в эту карту. Можно добавлять файлы, картинки, писать, рисовать. Нужную часть доски можно себе скачать как PDF-файл. Все тоже очень хорошо, за исключением ограничений бесплатного тарифа. Ограничение здесь такое, можно за месяц создать только одну доску. Но если вы не пользуетесь какое-то время этим сервисом, то каждый месяц вам добавляется по одной доске. Вот вы зарегистрировались в январе, например, поработали, а потом за несколько месяцев забыли о нем. Зашли через три месяца, а у вас там уже четыре доски. И прибавляется каждый месяц по одной. Так что, ну, можно одну и ту же доску использовать бесконечное количество раз, потому что в ней может быть много-много страниц. Для каждого класса можно отдельную страницу сделать. Ну, в общем, выйти из этого положения можно, а сервис симпатичный, интересный. Ну, вот так выглядят эти красивые кнопочки. Если вы по ссылкам не пережите, то вот показываю, как это все красиво выглядит. Зиние, разной толщины, разной величины и так далее. На следующий январь, да, по сути, получается 13. Да. Ну, по крайней мере, в описании сервиса заявлено так, что каждый месяц будет по доске прибавляться. Я, правда, не знаю, ограничено ли там общее число. Нигде не нашла эта информация. Ну, я надеюсь, что, собственно говоря, да, у меня сейчас около 5-6 досок там существует. Ну, по крайней мере, они не существуют, есть такая возможность их создать. Далее. Здесь есть опция звонка, но я ее не стала подписывать, потому что это платная опция. Вот в предыдущем сервисе там можно было организовать видовичат со звонком. Здесь такого и нет. Здесь все это платная опция. А во всем остальном, собственно говоря, тоже сервис довольно симпатичный и интересный. Вот это совсем недавно мне попалось на глаза. Этот инструмент, этот сервис, Draw Chat. Ну, главное слово здесь Draw, рисование. И если посмотреть на функционал, который он предлагает, здесь действительно в основном только рисование. Сюда можно что-то написать, нарисовать и добавить картинку. Но вот к этому простому функционалу приспособлен еще, как вы видите, чат и видео даже, видеоконференция. То есть, по сути, это опять виртуальная доска с видеоконференцией. Она очень-очень простая. Там не нужна регистрация вообще никому. То есть, вот вы сейчас можете прямо сейчас зайти в этот сервис и тут же устроить такую видеоконференцию. Регистрация не нужна ни учителю, ни ученикам, ни библиотекам, никому. Просто автоматом создается какая-то уникальная ссылка, уникальный номер у этой комнаты, у этой виртуальной доски. Вот я вам ее в чат отправила. И участники подключаются по этой ссылке и могут получить тот же доступ к доске, рисовать на ней, писать. И у организатора и у участников права абсолютно одинаковые. То есть, они все выступают как равноправные участники процесса. Правда, эту доску в режиме видеочата я не тестировала. Интересно, есть ли там ограничения по размерам участников, по количеству виртуальной комнаты. Тоже информации нет на сайте. Но это всегда можно протестировать и посмотреть. В общем, сервис неплохой. Для быстрого такой, для собрания летучек, наверное, подходит. Здесь нет возможности запланировать эту конференцию. Просто быстро создал, разослал ссылку и начал работать. Такая вот история. Вот этот сервис, iDraw. Что о нем сказать? Одно время его очень популяризировали. О нем много писали и говорили. Он действительно, наверное, неплох. Вот в этом году я до него, да, DrawChat, да, есть такая у него особенность. Вот все эти сервисы, которые предлагают быструю безрегистрационную работу, они иногда подвисают. Вероятно, мощности не хватает. Бывает такое. Ну вот iDraw. Ну, не стала его выкидывать из списка, хотя этот сервис не очень особо приглянулся, потому что здесь очень урезанный функционал бесплатный. И здесь из бесплатных инструментов только возможность писать, рисовать и математические формулы. Все. Есть возможность поменять фон белый, старая бумага и в клеточку. И на этом, пожалуй, все. Более того, вот я ссылочку в чат отправила, но если вы ее нажмете, хотя я доску открыла для редактирования, но все равно нужно сначала зарегистрироваться. Это тоже может отпугнуть потенциальных участников. А так эта доска в основном подойдет, наверное, математикам и обладателям графического планшета. То есть где надо много рисовать и писать от руки, математические формулы вставлять. Вот, пожалуй, для этих нужно. Вероятно, раньше сервис был более с расширенными возможностями. Сейчас, к сожалению, вот этих небольших возможностей не хватает для полноценной работы. Даже просто картинку добавить, это стоит денег. Поэтому, пожалуй, от этого инструмента я откажусь, но математики могут взять на заметку. Увидела тут два вопроса по поводу того, чтобы со мной связаться и по поводу всех презентаций. На последнем слайде у меня будут все мои контакты. Я обычно навсегда на последнем пишу. Электронная почта у меня есть, я есть на Фейсбуке. Можно по одному из каналов мне написать, но там уже лично договоримся по поводу презентации и вопросов, если еще какие-то будут вопросы, которые вы хотите лично задать. Идем дальше. Я бы, пожалуй, вот на этот инструмент обратила внимание. Он тоже безумно простой. Jumpboard называется. Сервис для очень простых досок. Как видите, здесь всего шесть кнопочек. Мы можем выбрать, чем писать ручкой или ручкой разной толщины, прикреплять стикеры или изображение, ну и стирать это все ластиком. Все максимально, все просто. Сюда можно еще добавлять картинки, загружать их с посылки или со своего компьютера. Опять-таки, я открыла вам доску, можно потренироваться, посмотреть, как это работает. Доступ без регистрации гостевой. Ну, а, соответственно, кто создает доску, то тому нужен аккаунт Google. Очень простая доска. Там буквально можно зайти и буквально несколько раз попробовать и разобраться очень быстро. Даже особая инструкция не потребуется. Опять-таки, здесь можно выставить разные уровни доступа. Можно выставить уровень редактора, когда совместная работа идет. Можно просто просмотр. Можно вообще закрыть доску для себя самого. Поэтому Jumpboard, он, в общем, тоже очень неплохой сервис. Очень быстрый и простенький. Для тех, кто не хочет регистрироваться. Вот этот мне очень нравится. Этот больше подходит для детской аудитории. Это сервис Linoid. Это сервис со стикерами. Здесь не просто на доске пишется какой-то текст, хотя его тоже можно как-то попробовать написать. Но здесь в основном все делается с помощью стикеров. Выбираете, заходите на доску, выбираете стикер, пишете на нем какую-то информацию и прикрепляете его на доску. Вот пример для того, чтобы посмотреть, как я это использовала в работе. У нас было сочинение, всем известное в 10 классе, по произведению «Отцы и дети». Нужно было собрать информацию, посвященную главному герою, из текста добыть цитаты, посвященные этому персонажу. Ну вот я предложила эти цитаты собирать на доске Linoid. И вот они. Что из этого получилось? Вот ссылочка, пожалуйста. Там не все, но некоторая часть добытого. Делается все очень просто. Регистрация не нужна для участников. Вы им даете только доску. А дальше они уже сами. Доска бесконечная. Выбираем цвет стикера, пишем что-то на стикере, нажимаем кнопочку «Пост отправить», и он появляется на доске. Если вас заинтересовал вариант, можно попробовать. Вот эта пустая, ну, такая доска почти пустая, которую я на вебинарах обычно даю для попробовать. Вот, пожалуйста, здесь можно что-то пописать на стикерах, если это интересно. Здесь дополнительно, как вы видите, можно прикрепить киперссылку, ссылку на видеоролик и картинку можно загрузить с компьютера. Линаид используют в детских библиотеках, я знаю, для сбора детских работ, например. Когда участники рисуют свои рисунки, сканируют их, фотографируют и прикрепляют на доску каждый свою работу. Ну, вот на предыдущем слайде был вариант как раз такой доски. Это иллюстрации к произведениям Носова, посвященным Незнайке. Но в таком виде можно сделать виртуальную выставку творческих работ читателей с помощью этого сервиса. Просто, быстро. Доска-бюро. На сегодняшний момент они говорят о том, что, наверное, они самые функциональные среди всех виртуальных досок. Ну, в общем, сложно с этим не согласиться. Действительно так, доска интересная. Я пока еще все возможности ее не попробовала, пока только в процессе. Но даже вот если посмотреть на те кнопки, которые здесь присутствуют на виртуальной доске, то можно заметить, что здесь практически все предусмотрено. И тексты, и рисование, и добавление объектов, загрузка. Загружать можно и документы, и PDF-документы, презентации, картинки с компьютера. Рассылайте ссылку и приглашайте участников. Они тоже подключаются и начинают работать. Что здесь не очень удобно, то, что нужно регистрироваться. Опять-таки, всем гостям, которые хотят поработать, нужно сначала пройти регистрацию. Готовую доску можно скачать себе в формате PDF и даже встроить на страницу сайта и блога. Вот такой возможности встраивания мало кто из сервисов предлагает. Если это важно, то можно обратиться к МИРО. Более того, МИРО дает возможность использовать разные шаблоны. Здесь уже готовые какие-то варианты. Например, вот такая доска со стикерами, как у меня сейчас на экране. Уже готовые стикеры, остается только туда добавить какую-то информацию поверх. Можно начать с нуля, а можно взять что-то из готовых шаблонов. Есть возможность добавления чата, комментариев, общение таким образом осуществляется. В общем, здесь предусмотрено практически все. Вот только что, кроме видеочата, наверное. А так, собственно говоря, очень хороший инструмент. Жалко, что он не на русском языке. Хотя его и создатели, это наши соотечественники, но почему-то выбрали английский в качестве интерфейса. Возможностей много. Тут придется немножко, конечно, времени потратить. Есть много обучалок. Я нашла вот одну. Его можно в интернете найти и больше. Есть видеоуроки по этому сервису. Его сейчас очень интенсивно используют в работе преподавателя. Доступ как здесь предоставляется? Очень похоже на Google Документы. Тоже можно предоставить доступ как редактору, как только для просмотра. И копируем ссылку, рассылаем ее участникам предполагаемым. Если необходимо сделать так, чтобы все без регистрации заходили, то это уже платная опция. Она отдельно оплачивается в этом сервисе. Но даже бесплатного функционала, в общем-то, хватает для работы. Одно время, когда я только в интернет вышла, особо про виртуальные туски не говорили. Был один сервис на все случаи жизни. Назывался он Padlet. И он благополучно существует и в наше время. И до сих пор очень хорош на русском языке. Отличный, красивый и весьма удобный. Ссылочку я вам отправила. С помощью Padlet что только нельзя сделать. И виртуальные выставки, и просто какие-то творческие задания. Чаще всего используют как раз для таких творческих заданий. Для курирования контента. Когда собирается какая-то коллекция материалов, красиво располагается, вот как сейчас на экране. Это выставка, созданная в Padlet, книги и юбиляры. Традиционная для библиотек выставка. Здесь видеоролики, буктрейдеры. Красиво все оформлено и подписано. И все это создано с помощью Padlet. Удивительно, но это так. Чем хороший этот сервис? Да, практически тоже дает возможность добавить любое содержание. Можно загрузить свои объекты с компьютера. Можно добавить карту, видеоролик, голос, либо музыкальный какой-то файл. Можно рисовать, что еще писать, естественно. Добавлять текстовые заметки. И все это красиво оформляется. У Padlet даже появились красивые шаблоны. Раньше это была просто обычная таска, лист, холст, по-разному называют стена. То теперь есть возможность создать, например, ленту времени. Когда объекты не просто так расположены в каком-то порядке, а очень красиво в соответствии с лентой времени. То есть там какие-то даты прописать, и к каждой дате привязать какой-то определенный фрагмент, определенный документ. Либо можно карту создать. Там есть и шаблон карты. В общем, он очень хороший, он на русском языке очень простой для использования и для того, чтобы в нем совместно работать. Но, к сожалению, ограничение только три стены, три виртуальных доски здесь, к сожалению, увы. Единственный выход я для себя лично нашла, потому что у меня уже лимит там превышен, я им активно пользовалась. Я создала два аккаунта. Вот пока на шести досках пытаюсь как-то удержаться. Жаль, что вот такие ограничения, но сервис действительно хороший, можно его попробовать, особенно если вы новичок еще в таких виртуальных досках, можно попробовать с него начать. Я именно так и делала в свое время. Ну и закончить обзор виртуальных досок я хотела вот этой вот доской. WhiteBot, это тоже из новенького. Увидела, попробовала. WhiteBot, создатели Фины. Это финский сервис, удивительный, редкий случай такой, поэтому расширение у него такое необычное. Ссылку я отправила, но мне кажется, она будет нерабочей. Вот почему. Потому что здесь очень необычные ссылки. Они создаются буквально на час, ну может быть полчаса, но очень недолго они существуют. То есть вы можете пригласить по этой ссылке очень быстро, все присоединились и начали работать. Если проходит время, эта ссылка исчезает. Таким образом это работает. Это очень простая доска для рисования, для добавления объектов, таблиц. Здесь можно даже музыкальные файлы добавить, видео, ПТФ документы. Ну в общем практически все, кроме встраиваемых объектов. Хотя их можно попробовать по ссылке сюда вставить. Чем она отличается от всего остального, предыдущего? Здесь принципиально другой подход к работе. Здесь у каждого своя доска. То есть здесь практически имитация учебного класса. Учителя, да, не найдено. Но вы можете самостоятельно потом этот сервис разведать, сами создать себе доску и посмотреть, как это работает. А принцип здесь такой. Здесь у каждого своя собственная доска. Не одна для всех, а у каждого своя. У учителя, который увидят все ученики, и у каждого ученика своя собственная. Он видит и свою, и учительскую. Как это работает? Учитель получает ссылку на класс. По сути он создает класс, рассылает ее ученикам, участникам. Они заходят в этот класс и получают свою собственную досочку. И они переключаются между доской учителя и своей. То есть по сути как в классе. Учитель на доске что-то пишет, учащийся к себе на доску тоже какую-то информацию заносит, размещает. Учитель может просматривать все эти доски. Кто что там написал, кто что добавил, какую информацию разместил. Ему все участники видны и доступны. Он может отслеживать это все. Вот такая интересная опция, необычная. Здесь переосмыслили немножко традиционный подход к виртуальной доске. Попробовали таким образом организовать онлайн-класс. Если интересно, можно попробовать. Необычно, по крайней мере, это точно. Ну, давайте уже временно от виртуальных досок отойдем. Посмотрим другие форматы. Формат ментальных карт. О них я уже начинала говорить на прошлом вебинаре, поэтому просто добавлю некоторую информацию. А для тех, кто впервые, объясню немножко, наверное, все-таки, что такое ментальная карта. Это хороший инструмент для систематизации информации. Используют часто для мозговых штурмов, для совместной какой-то деятельности по теме. Выставки создают в библиотеках. Вот пример такой выставки по книге. В центре обложка книги «Зеленая кобылка». Ну, а дальше в виде такой древовидной структуры разная информация по этой книге. Об авторе, о экранизации книги, о каких-то темах, идеях, героях и тому подобной информации. Вот такое представление наглядное в виде такой древовидной структуры. Это и есть ментальная карта. Почти все сервисы, за редким исключением, предполагают такую совместную работу в ментальных картах. Один из них очень простой. Это сервис Google. Он по созвучию, можно догадаться, что его создатели те же, кто и создал Google. Поэтому для того, чтобы в нем работать, достаточно Google аккаунта. Это предельно простой сервис. То есть ссылка вот такая у меня громадная. Не пугайтесь, она должна открыться, надеюсь. Очень простое белое поле. Вы в него заходите, щелкаете, появляется центральный блок. Ну, вот у меня Мурманская область в частности. А дальше в разные стороны плюсики. Нажимаем на плюсик и добавляем следующий блок. Что можно в блок, кроме текста, добавить? Гиперссылку и картиночку. Вот таким образом, нехитрым и с помощью текстов и картинок, можно попробовать какую-то тему представить. Абсолютно бесплатный сервис, никаких ограничений здесь нет. Работай совершенно спокойно. Как приглашение происходит? Вы получаете ссылку, рассылаете участникам. И участники заходят, им нужно будет зарегистрироваться. Вот здесь, в отличие от виртуальных досок, участникам придется регистрироваться. В ментальных картах регистрация обязательно. Я ни одного сервиса не нашла, где бы не нужно было этого делать. Ну, в общем, если надо что-то очень быстро и просто, то вот Google, пожалуйста. Он, наверное, первый среди простых. Чуть посложнее сервис, но тоже не самый сложный. SpiderScribe. Это сервис уже условно бесплатный. У него есть бесплатный тариф, только его нужно найти. Обычно сервисы хитрят. Они на первый план выдвигают информацию о премиум-аккаунтах. А вот, чтобы найти бесплатный тариф, надо еще поискать. Искать надо в самом конце сайта. Он там обычно под значком free находится. Если найти этот бесплатный тариф для образования, он еще образовательный у них, то можно совершенно спокойно для некоммерческого использования создавать неограниченное количество метальных карт. Это плюс. Он немножко такой, немножко архаичный. Может быть, напомнит нам начало 2000-х по своему интерфейсу. Но вот инструментарий я в красную рамку ввела. Чуть-чуть больше, чем у предыдущего. Здесь можно тексты добавлять, надписи, фотографии, картинки, карты и календари. Ну, не знаю, насколько актуален календарь, но вот карта может быть. Для какой-то географической привязки, возможно, это пригодится. Принцип работы у всех метальных карт один и тот же. Создаем центральный блок, а дальше веточки в разные стороны расставляем и добавляем информацию в каждый такой блок. Ментальные карты в основном не скачиваются, они в основном дают ссылку и код для публикации. Вот Google, например, дает такую ссылку и код, но и SpiderScribe тоже. То есть вы можете это все представить на сайте и в блоге. Этот итог своей совместной деятельности. Об этом я говорила о сервисе Mindmeister. Предыдущие два были англоязычные. Может быть, не всем удобно с такими работать. Вот этот сервис переведен на русский язык Mindmeister. Правда, он с ограничениями бесплатно три карты можно создать. Здесь можно не только совместную деятельность создать, но и можно давать задания учащимся, интересные проектные, исследовательские какие-то. Ну вот, например, охарактеризовать разные сорта яблок. Прочитал учебник, выяснил, какие бывают сорта, а дальше нарисуй вот такую вот ментальную карту по учебнику. То есть это, по сути, не просто конспект какой-то главы из книжки. Это вот такая небольшая творческая работа, где мы информацию переосмысляем, пропускаем через себя, каким-то образом вот так ее представляем. Ну вот сейчас я ссылку на эти мичуринские яблоки вам в чат отправлю. Ментальные карты хороши тем, что можно там приблизить, рассмотреть что-то более подробное, увеличить, уменьшить и так далее. Вот ссылочка на эту карту. В общем, неплохой сервис по функционалу. Кроме текстов и картинок, что еще можно добавить? Разные красоты появились у сервиса. Шрифтом можно поиграть, там пожирнее, наклонить его, цвет сменить, стикеры добавить, иконочки. Можно добавить гиперссылки. Ну и в бесплатном аккаунте на этом все. Ну даже этого, собственно говоря, хватает. Да, и можно еще в видеоролик вместо фотографии добавить видео. Ну, в итоге, может, вот такая вот карта получится. Это я пробовала, это мой опыт про 7 чудес Мурманска. Поделиться не могу, потому что нечаянно ее удалила. Но воспоминания осталось в виде скриншота. Такая вот. Как приглашаются соавторы, ссылочка это все делается, либо есть форма для приглашения. Можно про электронную почту это сделать. Выставляем режим доступа, можно закрыть карту только для просмотра, а можно открыть для всеобщего редактирования. Очень хороший инструмент, жалко, что только три. Но зато, если здесь кончилось, можно пойти в другой. Называется он Миндума. Он абсолютно такой же, только они различаются немножко оформлением. А по сути, по своему функционалу, они оба тоже на русском языке. Ну, вот пример такой карты. Ссылочку я вам в чат отправила. Здесь, как мы видим, тоже можно и картинки, и видеоролики добавить, и тексты, и добавить еще и гиперссылки. Рядом с некоторыми ветками здесь такой оранжевый значочек. Это означает ссылку. Нажать, перейдете на веб-сайт. Карта получается более интерактивная. Ну, а вот расшифровка. Что сюда можно добавить? Примечания, гиперссылки, картинки, видео. Даже здесь есть возможность чата. Если вы работаете в режиме реального времени, то можно общаться между собой. Для этого существует здесь чат. Две всего лишь кнопочки, как и в предыдущем сервисе. Плюс добавляет блоки. И вот кнопочка с такой стрелочкой, с линией, она добавляет связи между элементами. Разные степени красивости. Тут сложно сказать, кто из них красивее. Но оба сервиса абсолютно практически по функционалу одинаковые. И даже принцип приглашения тоже такой же. Можно закрыть карту, можно сделать ее для редактирования, для совместного доступа. И можно только просматривать. Ну, и вот еще один сервис. Открыла я его для себя. Раньше как-то не обращала внимания. Он мне с первого взгляда не понравился. А потом я к нему присмотрелась повнимательнее и поняла, что, в общем-то, неплохо. Сервис Поплет. Такие вот живописные ленты, ментальные карты создают. Вот я вам ссылочку отправила на ментальную карту, которая меня поразила. Это ментальная карта, посвященная житию протопопа вакуума. Огромнейшая работа проделана. Я вообще под впечатлением. Мне это очень понравилось. Есть, конечно, попроще варианты. Вот еще пара ссылок, если хотите. Здесь по биологии. И... Ну, ладно, свою тоже отправлю. Она не такая у меня солидная. Но это была проба. Ну, и последняя ссылка – это то, что я сделала по войне в Заполярье. Блоки, как мы видим, с картинками, с видеороликами. Киперссылки здесь, возможно, тоже добавляются. Такая хорошая ментальная, интерактивная работа получается. Работает очень просто. Чем-то кукол напоминает. Щелкнул по доске, и тут же появилось вот такое облако первое. Здесь внутри этого облака, внутри этой рамочки добавляем текст картинку. Можно видео добавить. Одно время было видео с Vimeo. Не с YouTube, а вот с хостинга Vimeo. Сейчас надо уточнить, не поменяли ли. Потому что Vimeo не все пользуются. Ну, вот когда я пыталась что-то здесь делать, именно этот хостинг у меня выходил. Здесь можно рисовать, менять цвет. Собственно говоря, количество блоков здесь не ограничено. Количество карт в 10 в бесплатном аккаунте. Это больше, чем в предыдущих. Поэтому на побрит, я думаю, стоит обратить внимание. Готовую работу можно встроить на страницу сайта и блока. Он дает и ссылку, и код для того, чтобы все это встраивать и представлять у себя на веб-ресурсах. На самом деле сервисов-то намного больше. Я выбрала такие наиболее интересные. Ну, вот, пожалуйста, ссылки тоже разнообразные. Нажимаем на кнопочку Invite, забиваем адресы электронной почты и приглашаем участников. Либо рассылаем ссылку. Все абсолютно одинаково у всех сервисов. Ну, и последняя часть моего рассказа о презентациях. Можно тоже говорить много. Все они похожи друг на друга и все похожи на PowerPoint, по сути. Поэтому я буду вкратце только останавливаться на самых интересных моментах, чем они друг от друга отличаются, их основной функционал и что с ними можно сделать. Если каким-то образом Google презентации не очень вам подходят, либо вы не хотите Google аккаунт заводить, либо какие-то другие причины, есть аналог Google. Этот сервис называется Zoha Show. Он тоже переведен на русский язык. И он практически, ну, не один в один, но очень похож на Google презентации. Возможности вот такие у него на экране я написала. Картинки, видео, гиперссылки добавляются, есть шаблоны, можно загрузить свою презентацию. И выгрузить ее обратно тоже можно. Собственно, на компьютер, либо в формате презентации, либо в PDF формате. Давайте посмотрим, как это все работает. Вот так очень все просто. Если в Google там было много вкладок, то здесь всего лишь вот шесть кнопочек наверху, но еще с правой стороны несколько. А так, вверху кнопки как раз подсказывают, что сюда можно добавить. И фигуры, и таблицы, и диаграммы, мультимедиа, это видеоролики. Чем отличаются от Google презентации? Во-первых, отличаются большей красотой. Я бы это так назвала. Вот такие вычурные рамочки с вырезанными уголками встречаются только здесь. Здесь более проработана вот эта вот опция красоты. Разные рамочки, вырезки, оформительские штучки. Здесь очень много красивых шрифтов. Большая часть поддерживает русский язык. Поэтому если нужно что-то красивое, такое необычное, то вот это сюда, в этот сервис. Здесь анимация. Если, допустим, в Google презентации всего небольшой набор презентационных, переходов слайдов, например, то здесь вот такой довольно качественный анимационный наборчик. Здесь можно любой объект анимировать на вход, на выход и на перемещение по экрану. То есть, по сути, ЗОХа пошли по пути дублирования PowerPoint, потому что все это было у PowerPoint, и вот оно сейчас в онлайн формате предоставляется именно здесь. Теперь, что касается совместной работы. Совместная работа здесь организуется так же, как и в Google презентациях. Мы даем доступ, открываем документ. Здесь же, если посмотреть на кнопочки, есть опция опубликовать. Это для того, чтобы получить ссылку и код для встраивания. Здесь ее можно распечатать и скачать все в одной кнопке файла. Раз интересует доступ, на доступе мы получаем ссылку, рассылаем ее участникам, и они начинают работать на презентации. По ходу можно организовать чат. Здесь есть возможность комментирования. Вот комментарии здесь абсолютно такие же, как и в Google презентациях. Но даже вот в самих комментариях здесь можно красиво выделить шрифт, написать комментарии каким-то другим наклоном, жирностью добавить. Даже вот в комментариях создатели этого сервиса решили вот так вот красиво выделиться. Поэтому, вот, с точки зрения изобразительной сервис очень хороший. Ну, а с точки зрения функциональной, тут уже кому как удобнее. Канва. Ой, мимо этого сервиса я не прохожу ни на одном вебинаре. Как-то так получилось, что это многостанусник, многофункциональная штучка. В том числе она работает и совместно. То есть здесь тоже есть возможность получить ссылку, разослать участникам своей команды, чтобы они тоже могли редактировать. Причем Канва, она не только создает презентации, она может создавать инфографику, об этом я рассказывала на прошлом вебинаре, картинки, игры, викторины. Ну, давайте я презентацию, уже немножко устали от презентации, давайте я вам презентацию, игру отправлю в чат. Это даже не я создала, это уже готовый шаблон. Осталось внутри только все поменять. Канва хороша тем, что здесь есть готовый шаблон, и не только презентации, но уже вот таких вот игр. Там уже прям вопросы вписаны, ответы отмечены. То есть только можно поменять нечто, добавить свои картинки и так далее. Здесь ограничения по шаблонам, потому что некоторые из них платные, но бесплатный шаблон можно переделать так, как тебе захочется, подгружать свои картинки, подгружать свои какие-то элементы. Внутрь презентации, кроме картинок и текстов, можно и видеоролики добавить. И здесь есть возможность и видеоролики создавать в том числе. Так что вот обо всем этом я расскажу на отдельном вебинаре по Канве. Теперь, что касается совместной деятельности. Сервис переведен на русский язык, в нем довольно все просто. Ну вот кнопочки с правой стороны подсказывают нам, что можно сюда добавить. И музыку, и видео. Здесь хорошая библиотека различных элементов. Графика, иконки, рамочки, разные выделения. Плюс каждый текст можно отредактировать. Единственное, чего у меня тут не хватает немножко, я не устаю на это жаловаться на каждом вебинаре, это шрифт. К сожалению, здесь огромный список шрифтов. Но нам приходится потратить огромное количество времени для того, чтобы найти тот, который поддержит русский язык. Увы, к сожалению. А всем остальным все очень хорошо. Ну и здесь очень хорошая анимация. То есть тоже все может двигаться, перелетать, выезжать. Причем анимация уже прописана в самом шаблоне. Если мы его выбираем, там может даже ничего не настраиваться. После того, как вы создали какой-то шаблон, может быть, пустые слайды просто создали, может быть, выбрали шаблончик какой-нибудь, нажимаем на кнопку «Поделиться», выбираем ссылку для редактирования, копируем ее и рассылаем всем участникам. После этого они могут к вам подключиться. Но опять-таки нужно регистрироваться. Вот. Они должны в канфе зарегистрироваться и только после этого приступить к работе. Вопросик. Можно ли пересмотреть этот вебинар? Да, конечно, он же будет в видеозаписи на канале Директ Академии, на Ютубе. Вы можете в любой момент к нему обратиться. Запись, я думаю, через несколько дней уже будет доступна. Beautiful. Ну, из названия сервиса понятно, что здесь ставка идет на красоту. Это сервис для красивых, необычных презентаций, зрелищных, с красивыми, большими фотографиями. Он дает возможность создания с нуля презентации, большое количество шаблонов есть готовых, неограниченное количество работ, бесплатный тариф очень хороший. Шрифты русские поддерживают, есть анимация, можно добавлять и картинки, и тексты, и видео, и аудио. И огромная-преогромная библиотека разных изображений. Выглядит вот так. Все немножко не как PowerPoint. Кнопочки подсказывают с правой стороны, что сюда можно добавить. Ну, вот цветные точечки, например, помогают перекрасить презентацию в другой цвет. Следующий за ними значок, вот такой геометрический, это выбор шаблона оформительского. Дальше вот это вот APC, которая, это кнопочка для добавления всех-всех элементов. Сюда и текста, и картинок, и видеороликов, и так далее. Внизу тоже несколько кнопочек для улучшения слайдов. Layout помогает подложку поменять. Decoration помогает переставить объекты по слайду. Можно все это тут же просмотреть. Ну, вот логотипы, это уже платная опция, но нам она не очень интересна, поэтому мы ее пропустим. Обратите внимание на кнопочку, которую я в красную рамку вынесла. Это как раз приглашение с авторов для работы. Покажу вам библиотеку изображений. Она выглядит вот так. Здесь так много картинок, что их рассортировали по категории. В поиске нужно искать подходящую, чтобы время не тратить. Единственное, что английский язык, конечно же, и поэтому на английском поиск здесь. То есть, да, нужно будет писать английскими словами. Вот. Но любую картинку здесь можно еще красиво приукрасить. Там фильтры к ней добавить, рамочки, как-то ее переделать. Вот. Так что здесь очень все красиво действительно. Ну, а это форма для приглашения. Если нажать на ту самую кнопочку для коллаборации, то здесь мы вписываем адреса электронной почты, какое-то приглашение, выставляем опцию «Edit». То есть можно редактировать. Если просто, чтобы мы посмотрели, то это «View», но это не так интересно. Для совместной работы выставляем «Edit». Ну и все, и отсылаем. Параллельно здесь еще есть опция «Комментарии». В комментировании вот этот значок синенький. Нажимаем и можем комментировать эту презентацию. Можно ли использовать нашу картинку фотографий? Да, можно свои загружать. Просто проще не бегать по интернету, а прямо в одном месте все найти. Ну да, если у вас уже есть готовое, вы можете любые свои изображения загружать. Это ничем не ограничено. Единственный недостаток, я заметила у этого сервиса, он немножко подвисает. Ну вот эти все анимации, картинки, это все дает специфику. Готовую презентацию можно встроить на сайт и влог. Вот этот сервис Prezi. Уже хотела его выкидывать, но решила, ладно, оставлю его в презентации, потому что у меня ссылки сегодня не открылись. Перед вебинаром я начала проверять ссылки, зависли, они крутятся, вроде как открываются, но так и не открылись. Не знаю, чем связано. Может быть, интернет у меня был слабый на тот момент или какие-то другие причины. Ну, ссылочки я все равно оставлю. Пару слов скажу об этом сервисе. Все-таки он хороший сервис. Prezi давно уже существует. Это так называемые летающие презентации. По сути, это даже не стандартные слайды. Это вот может быть вот нечто такое. То есть какое-то пространство. И вместо слайдов мы видим вот в данном случае кружочки. Вот каждый кружочек – это вот тот самый слайд. И просмотр презентации заключается в том, что вы перелетаете с места на место. То есть сначала внимание акцентируется на заголовке. Дальше, если нажать стрелку, пойдет первый кружочек. Затем второй. Они так по очереди будут проплывать перед глазами. Поэтому и сервис назвали «Летающие презентации». Одно время их можно было даже скачивать на компьютер и без интернета просматривать. Сейчас закрыли эту опцию. Но бесплатно тоже сейчас много что можно в этом сервисе сделать. Он очень поменял свой функционал. Стал более таким простым. Да, отлично открылось. Ну, значит, это у меня интернет-набжечка. Я включил. Он, правда, на английском, но здесь, в общем-то, все несложно. Единственное, что придется там не с нуля начинать, а взять шаблон. Но это даже проще. Шаблоны там интересные. Вот, например, айсберг такой мне понравился. Там вот в этом айсберге несколько кружочков, и в эти кружочки мы будем добавлять разный контент. Сами эти кружочки с левой стороны, как слайдики, нажимаем и редактируем. Внутрь слайда вставляется с помощью кнопочки «Инсерт» разное содержимое. Тексты, картинки, иконки, анимация. Что, можно прямо слайды из PowerPoint попробовать погрузить. Интересно должно получиться. Стрелки, PDF-документы, аудио, диаграммы, видео. Единственное, что закрыто здесь, это комментарии. Но с таким большим функционалом можно простить комментарии и не использовать их в работе. Тем более, что здесь есть рядышком кнопка «Share». Это кнопка для того, чтобы делиться. Ну, вот она. Можно просто ссылку взять, можно встроить на сайт и в блог, а можно нажать кнопку «Collaborate» и пригласить опять-таки по электронной почте других участников для работы. Пока эта опция бесплатная здесь, это хорошо. Потому что Prezi очень часто меняет свои тарифные планы. Сегодня одно, завтра другое. Ну, вот на вчера все работало, и опция совместной деятельности тоже здесь присутствует до сих пор. Ну, еще один любимец публики – Genially. Сервис для создания всего на свете, я бы так сказала. Он и картинки рисует, и викторины делает, и квесты, и анимацию, и инфографику, ну, вот и презентации в том числе. 30 готовых шаблонов, ну, это условное наименование, на самом деле они постоянно меняются. Здесь то новое появляется, то старое исчезает, такой текучий момент. Но не бойтесь, даже если шаблон исчезнет, то, что вы создали из вашего личного кабинета, никуда не денется. Опять-таки, по Genially будет отдельный вебинар. Вот, пожалуйста, шаблончики, например. Это я просто нажала на презентации. Те, которые платные, помечены значком вот желтым, желтеньким таким, звездочкой. Все. Все остальное бесплатно. Можно с нуля начать, можно вообще презентацию с Powerpoint сюда перегрузить и над ней поколдовать. Чем этот сервис принципиально отличается от всего остального? Тем, что это интерактивные презентации. Здесь хорошая анимация – раз. И, во-вторых, здесь еще есть так называемые интерактивные метки. Возможно, вы когда-то имели дело с интерактивными плакатами. То есть, это вот какое-то изображение, на которое наносятся точки. Ну, вот, как у меня сейчас на экране. А при нажатии мышкой на эти точки открывается окошко с дополнительной информацией по теме. И, по сути, изображение такое получается говорящее. Вот и сервис Genially позволяет на слайды презентации добавлять такие интерактивные элементы и к ним прикреплять любую дополнительную информацию, которую вы только захотите. Я пример своей выставкой могу похвастаться. Вот она, совсем недавно сделали к юбилею нашего мурманского поэта Александра Подстаницкого. 100 лет за дня рождения. Вот такая выставка. Сделана на основе как раз шаблонов презентации. И вот там как раз можно посмотреть, как эта интерактивность работает. То есть, там анимация присутствует, там эти интерактивные метки, на которые можно нажимать, и открывается какая-то дополнительная информация. Анимация здесь тоже очень разветвленная. Каждый объект, мало того, что он может быть интерактивным, он еще может двигаться по экрану, на вход, на выход, на перемещение по экрану. И это еще не все. Функция совместной работы работает в личном кабинете. После того, как вы создали какую-то презентацию, или хотя бы сделали слайды, сохранили это все, точно так же кнопочка нам знакомая, Collaborators, открывает форму для приглашения к участию. Здесь как раз единственная опция – это редактирование. Здесь ничего уж дополнительно выставлять не надо. Вписываем адреса электронной почты и приглашаем к сотрудничеству. Участники заходят, и можно вместе с ними что-нибудь совместно сделать. Выставку, проект, презентацию, все что угодно. Вот эта опция коллаборации, она работает со всеми продуктами Genial. Не только с презентациями. Чтобы вы там не создавали, можно всегда пригласить либо коллег, либо своих учеников. Ну и парочка инструментов напоследок осталась. Сервис Свай. Это сервис, который позволяет создавать презентации, но презентации необычные, не в виде слайдов, а в виде статей. Он абсолютно бесплатный, никаких ограничений здесь нет. Он умеет делать все. Добавляет и картинки, и тексты, и видео, и аудио. И соцсетей можно что-то прикрепить, еще и встраиваемые объекты добавить. Можно смотреть эту информацию вертикально и горизонтально, но я вот вам сейчас отправила то, что вертикально смотрится. Горизонтально – это обычные слайды, не так интересно, а вот сделать из презентации вот такую статью здесь вполне реально. Бесплатно и опция совместной работы. Единственное, что здесь нужна, учетная запись очень необычная, запись Microsoft. Но если вы устанавливали Windows, допустим, 10 на компьютер, наверняка у вас такая учетная запись имеется. У меня, по крайней мере, пришлось ее создать, потому что иначе ничего не устанавливалось. Но даже если ее у вас нет, ее очень легко создать тут же в самом сервисе. Как это все работает? Можно загрузить уже готовую презентацию. Вот я взяла свою, любую, которая была под рукой в тот момент, не гася могу память, это по повести «Брестская крепость». И мне эту презентацию сервис тут же разложил в виде статьи. Вот таким образом он ее сделал. Можно все это редактировать, то есть что-то стереть, что-то добавить. Сервис абсолютно простой. Здесь даже не нужно ничего самому придумывать и настраивать. Здесь есть шаблоны для шрифта, для оформления, для цветовой гаммы. Только выщелкаем, выбираем и определяемся. Можно с нуля начать просто взять пустой бланк и начать его заполнять вот такими карточками. Каждая карточка – это какой-то объект. Картинка, текст, картинка с текстом, видеоролик, встраиваемый объект. Здесь хорошая база различных картинок. Фоны, природа и так далее. Можно свои, естественно, загружать без ограничений. Здесь, собственно говоря, вообще ничего не ограничено. Очень интересные необычности можно сделать с картинками. Можно сделать автопросмотр. Можно их в виде сетки расположить. Можно их сделать в сравнении. Было – стало. Можно их в ряд положить. Они будут как карточки перелистываться. Можно обычное слайдшоу. Так что здесь возможности довольно много. Еще мне понравилось, что здесь можно даже объекты вставлять. То есть, если у вас готовая презентация, ее можно сюда встроить. Игру добавить, викторину какую-то прикрепить и так далее. Ссылку получаем. И даже эту работу в свай можно еще и в блог или на сайт прикрепить, если необходимо. Кнопочка «Поделиться» приглашается авторов. Все тоже нам знакомое. Ставим опцию, что нужно пригласить для изменения. Получаем ссылку, рассылаем участникам. Они подключаются и работают. Ну и последний на сегодня инструмент – Voice Read. Это инструмент для создания озвученных презентаций. Сразу расскажу, как это все работает. Для озвучки нужны какие-то картинки. Это могут быть слайды презентации PowerPoint, которые сохранены как картинки. Либо это может быть PDF-документ. Либо отдельные картинки, либо такой документ мы загружаем внутрь. А дальше предоставляем доступ к этим картинкам своим соавторам. Они заходят, выбирают любую картинку, либо ту, которую вы им определите, и начинают ее озвучивать. И вот из такого череды голосов может получиться звуковая история. Получается такая озвученная презентация, совместная работа. Я вам сейчас отправила в чат вот эту поморскую нашу сказку «Мышкин кораблик». Правда, здесь так шло немножко. Мы записали звуки и загрузили их. Но загружала я сама, потому что детки были маленькие. А так, собственно говоря, если участники у вас уже повзрослее, они могут самостоятельно заходить, загружать сюда свои записи, видеокомментарии, либо в режиме онлайн тут же и записать. Это все. Три варианта. Либо могут еще и текстовый комментарий какой-то написать. И по итогу у вас получается такая интересная работа со звуковыми, с видеокомментариями, с текстовыми дополнениями. Учителя иногда используют в работе этот инструмент. Вот я пришла такой интересный пример. Учитель английского языка загрузила просто обычную картинку и задала вопрос по этой картинке рассказать о режиме дня, во сколько встает дети и так далее. И вот они подключались со своими звуковыми комментариями, отвечали на этот вопрос. Таким образом организована совместная работа по проговариванию какого-то текста, по созданию текста. А учитель это отслушивает, отсматривает и оценивает, наверное. Таким образом, вот с помощью этого сервиса можно даже каким-то образом организовать опрос учащихся. Почему нет? Ну, конечно, говорить можно долго и бесконечно на эту тему. Сервисов огромное количество. Я надеюсь, что какая-то информация из этого набора сервисов вам окажется полезной, пригодится в работе. К каждому сервису у меня есть небольшой примерчик. Большую часть примеров вы сегодня в чате увидели. Остальные внутри самой презентации. Там же есть и обучалки. Если кто интересовался адресом электронной почты, то вот он на экране. Очень все просто. Можно на мейл мне написать. Либо найти меня на фейсбуке. Группа называется «Икотэ-мастерилки» для педагогов и библиотекарей. Там будет и эта презентация, и видеоролик. Через несколько дней я сразу туда все загружу. Если кто-то что-то потеряет, забудет, приходите в нашу группу, и можно оттуда посмотреть и скачать эту презентацию, если вдруг потеряется. Если есть какие-то вопросы, сейчас я попробую посмотреть. Нет, вопросов пока нет. Но я надеюсь, что все-таки это было полезно и интересно. Мне самой было интересно вчера с этими сервисами повозиться и узнала для себя тоже много нового. Жду в следующий раз в этом месяце. Получается довольно много у меня вебинаров. Надеюсь, что я не слишком вам надоем. Почти каждую неделю, да не почти, каждую неделю один вебинар будет. Следующий 11 сентября по электронным книгам. Если интересна эта история, то приходите, как обычно, в это же время. Ну, а я тогда буду прощаться. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok